Девушки отдыхают Успеют ли в срок в городе завершается строительство детских садов? Задача курса именно правильно настроить, подобрать оборудование и прописать программу. Подвели итоги, на что тратят деньги победители молодежного форума Иволга. Город утонул в снегу. Сегодня к началу рабочего дня расчистить все улицы от снега коммунальщики не успели. Хотя на борьбу с осадками вышли больше 70 снегоуборочных машин. И если к обеду снег с центральных улиц все же удалось вывести, то на второстепенных дорогах и тем более во дворах до сих пор сугробы. За уборку снега на придомовой территории должна отвечать управляющая компания. А вот за очистку городских улиц администрация. По данным госавтоинспекции, заснеженные дороги уже стали одной из основных причин ДТП. Только в Кирове за эти выходные произошло 159 аварий. И чтобы уменьшить цифры статистики, коммунальщики продолжают бороться со снегом и сейчас. И в планах продолжить работу и ночью. И в дождь и в снег. В любую погоду в Кирове продолжается строительство детских садов. В микрорайонах Урванцево, Долгушино и Ганино. Рабочие стараются уложиться в срок. Ведь до сдачи объектов остался месяц. Возможно ли всего за полгода с нуля построить три новых детских сада? Сегодня за ходом строительных работ наблюдала Екатерина Зубарева. На первом этаже штукатуры, на втором отделочники. Прораб Александр Загузин контролирует, как идут строительные работы в новом садике в поселке Ганино. Сдать объект должны к 25 декабря. Но работы еще много. Поэтому трудиться приходится сверх нормы. И даже по выходным. Но самая главная проблема, рассказывает начальник стройки, – это высокая влажность в здании. Влагу сейчас выгоняем. Скоро приточники приступают. И полностью к отделке. Опытные, рабочие, со стажем. Все нормально должно быть. Снаружи дела идут чуть лучше. Сейчас рабочие закрывают крышу, монтируют запасные выходы. А в ближайшие дни начнут устанавливать детские площадки. О том, что в срок могут не уложиться, здесь пока не думают. А вот оптимизма настройки в микрорайоне Долгушино не хватает. Здесь тоже идут отделочные работы. Как снаружи здания, так и внутри. Рабочие штукатурят, красят, устанавливают двери, занимаются проводкой. При этом сами в чудо не особо верят. Уложиться в сроки, рассказывают, будет действительно сложно. Тут надо еще тысячу свидетельников проверить. А когда мы будем бешать, пока еще? Точнее не знаю. Не то, что не думал, что я успею. Как получится это загадывать, так как вперед? А вот глава города Владимир Быков ничего не загадывает. А знает наверняка. Строители успеют. Просто других вариантов у них нет. В пятницу 20 ноября он лично проверил все четыре объекта. И сделал выводы. Сегодняшняя поездка дала уверенность в том, что с возложенной задачей строители справятся. Отступать некуда. Мы должны завершить эту работу в срок. И мы ее завершим. Несмотря на то, что строительство еще продолжается, уже сейчас известны заведующие детскими садами. Руководство будущих дошкольных учреждений занимается закупкой мебели. Сотрудники подобраны. И как только будет утверждено штатное расписание по строительной готовности объекта, так сразу же они придут на работу. Ну и такая же работа ведется с педагогами. То есть воспитатели, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы. Нет нехватки. Ну, я думаю, справимся. Уже известны и первые воспитанники этих детских садов. В департаменте образования составлены предварительные списки. Те родители, которые хотели направить своего ребенка именно в новое дошкольное учреждение, уже написали заявление. Главное, чтобы 25 декабря двери для детей открылись не на стройку. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин, Бюро новостей ДАВИЧ. Областной дворец молодежи в эти выходные вновь стал центром предпринимательства. Там состоялся форум «Идея развития поддержка». Это для тех, кто только делает первые шаги в бизнесе. Именно поэтому на форуме собрались в основном молодые люди, начинающие и действующие предприниматели. В течение дня они смогли пообщаться с руководством города и успешными предпринимателями. После прошли несколько мастер-классов. Приглашенные гости форума, бизнес-тренеры из Нижнего Новгорода и Казани рассказали об основных ошибках при строительстве бизнеса. На конкретных примерах юным предпринимателям объяснили, с чего нужно начинать и как избежать зависимости от кредиторов. Вы, например, создаете итальянский ресторан. Итальянский ресторан. А собственник компании говорит вам, «Так, с сегодняшнего вечера будем продавать шаурму». Ты говоришь, «Ну как это? Это же итальянский ресторан. Мое детище. Я очень люблю итальянский ресторан». Он говорит, «Нет, я собственник. Будешь продавать шаурму». И все. Поэтому не старайтесь сделать так, чтобы деньги, которые вам дали на развитие бизнеса, превышали больше, чем 50%. Это логично. Вложить в свое дело 150 тысяч рублей финалист молодежного форума «Иволга» тоже должен логично. Накануне Кировчанин, автор музыкального проекта «Чистый звук», получил деньги на развитие своей задумки. Сегодня финалистов форума собрали за круглым столом, чтобы обсудить первые результаты работы. Подробности у Никиты Тузова. Создает музыку своими руками. Юрий Плотников занимается диджеингом уже 12 лет. За это время он скопил немало опыта и сейчас сам обучает молодых диджеев. В списке учеников в ближайшее время появятся и люди с ограниченными возможностями. Слабослышащие тоже могут быть диджеями, уверен инициатор проекта «Чувствуй звук». Для таких людей просто необходим специальный курс обучения. И задача курса именно правильно настроить, подобрать оборудование и прописать программу, чтобы человек с дефектами слуха, вполне не ощущая никаких неудобств или некомфорта, мог слушать музыку, создавать сам музыку и выступать. За реализацию этого проекта вспоминает Юрий Плотников. Еще летом взялся друг и ученик Иван Гайнулин. В июле эксперты молодежного форума Иволга высоко оценили проект. В итоге он занял призовое третье место, и кировчанам вручили грант – 150 тысяч рублей на реализацию своих задумок. Сейчас диджеи ищут партнеров для совместной работы. И пока что еще никто нам не дал точного ответа, что да. Об этапах работы финалисты молодежного форума, а их больше 20, сегодня рассказали представителям областных властей. Александр Галицких отметил проект «Доктор Игаго» – это сеансы ипотерапии, когда лошади лечат детей. А также проявил интерес к проекту по созданию новых видов топлива. Кстати, очень видно, когда читаешь ваши проекты, видно, кто там для галочки его сделал, а кто на самом деле вложил частицу себя и очень хотел бы получить результат. Встреча продолжалась около двух часов. За это время каждый проект разобрали по деталям. Авторы инициатив получили советы, а главное – надежду на финансирование. Областные власти заверили – постараются помочь с деньгами, чтобы идеи кировчан воплотились в жизнь. Никита Тузов, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Новые светофоры за 180 тысяч рублей. В Кирове к концу года на перекрестке улиц Ленина и Воровского установят новые электронные регулировщики. Светофоры на пересечении этих улиц уже есть, но к 26 декабря оборудование обновят. Появятся дополнительные секции с обратным отсчетом времени и с анимацией. Сейчас дирекция дорожного хозяйства города ищет подрядчика, то есть организацию, специалисты которой эти светофоры смогут установить. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Отказали в возбуждении уголовного дела. Хозяйку лошадей, которых изъяли с частной конюшни с признаками истощения, освободили от ответственности. В течение месяца по делу о жестоком обращении с животными шла проверка. В итоге признаков насилия зафиксировать не удалось, а значит и состава преступления нет. А то, что лошади почти полгода морили голодом, к жестокому обращению не относится, уточнили в ОМВД, ссылаясь на законодательство. Но зоозащитники имеют право обратиться в прокуратуру и обжаловать решение. Снос ярмарки на Комсомольской площади признали законным. Об этом сообщили в городской администрации. Один из бывших арендаторов торговой площади обратился в арбитражный суд с требованием признать снос ярмарки и создание на ее месте парковки незаконным. Как заявила компания, это решение противоречит ряду федеральных законов. Но в итоге согласился с мнением бывшего арендатора и отказался удовлетворять его требования. Пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов. В минувшие выходные в одном из частных жилых домов Новоавиатска произошел пожар. По словам очевидцев, возгорание началось около четырех часов дня. На место происшествия незамедлительно прибыло восемь пожарных расчетов. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь. В доме находилось два газовых баллона, но сотрудники МЧС успели вовремя их вынести. Из-за сильного ветра потушить огонь сразу не удалось, поэтому деревянный дом сгорел практически полностью. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Двойку за уклонистов губернатор области подвел итоги осеннего призыва. Кто стал лучшим? В Кирове подвели итоги ежегодного конкурса «Торговая марка года». 3000 зрителей и более 300 спортсменов. В городе завершился чемпионат России по акробатике. Это «Давича», продолжаем выпуск. Неудовлетворительную оценку за работу призывных комиссий сразу в нескольких районах области поставил губернатор. Сегодня Никита Белых вместе с военкомами обсудили призывников, а точнее уклонистов. Совещание прошло в Яранске. Специалисты констатировали факт. Призывники все чаще стали скрываться от службы в армии. Уклонистов сейчас больше 20% от всего списка призывников. Военный комиссар Кировской области Юрий Мишавкин одной из причин назвал плохое взаимодействие между военкоматом и органами внутренних дел. Например, в области произошел случай, когда уклонист возглавил администрацию поселка, а это запрещено законом. По итогам осеннего призыва глава региона поставил неуд нескольким районам области и дал указание. Принять к исполнению рекомендации комиссии по усилению работы по оповещению граждан о явке на мероприятие, связанной с призывом на военную службу, розыск улиц, выполняющихся от явки на данные мероприятия, а также организации взаимодействия с органами внутренних дел по данному вопросу. Имена лучших названы, престижные дипломы выданы. В Кирове подвели итоги ежегодного бизнес-конкурса «Торговая марка года». В этом году заявить о себе изъявили желание больше 200 предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. И только 60 из них получили дипломы бизнес-премии. Об историях успеха наш следующий сюжет. Более 200 руководителей различных предприятий города ждали этого момента. На протяжении последних двух месяцев эксперты конкурса оценивали работу их организаций. И, наконец, итоги конкурса «Торговая марка года» подведены. От главы Вятской торгово-промышленной палаты Николая Липатникова всем участникам напутственные слова. Я хочу пожелать, будьте счастливы, будьте успешны, будьте всегда победителями. Удачи! Заветных дипломов престижной городской бизнес-премии удостоились в этом году 60 компаний сферы услуг, торговли и общественного питания. Причем, помимо традиционных участников конкурса, на сцену за наградой выходили и новички. Так город узнал, к примеру, о лучшем интернет-агентстве Кирова. За первое место в номинации интернет-агентство награждается интернет-агентство «Брандмейкер». Мы приняли участие в «Торговой марке года» для того, чтобы получить стороннее мнение о нашей деятельности. И, собственно, как оказалось, поценки были положительные. Поскольку мы выходим и выводим наших клиентов на рынок за пределы региона, то есть на российский рынок, для нас очень важное мнение авторитетных лиц. Победителя назвали и в номинации «Охранное предприятие». За первое место в номинации «Охранное агентство» награждается группа компаний «Легион». В конкурсе компания также участвовала впервые, а итог – победа сразу в двух номинациях. Оценили эксперты динамичное развитие группы охранных предприятий. Помимо традиционных услуг совместно с партнером, компания выводит на рынок сейчас автосалон премиум-класса. Так символично получилось. Нам 15 лет нашей компании и 15 лет торгово-промышленной палате этой «Марке года». Поэтому очень приятно, очень хорошо, что нас заметили, оценили. Большое спасибо администрации города Кирова, торгово-промышленной палате. Честно говоря, не ожидали. Хотели приехать поучаствовать впервые здесь, в Кирове. И даже заслужили что-то, получили диплом. Эмоции действительно переполняют. Всем огромное спасибо. Организаторы просто супер. Победители названы, дипломы вручены. И уже сегодня кировчане могут ориентироваться на этот знак качества. Есть он у предприятия, значит, лучше компании этой сферы в городе не найти. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 3000 зрителей собрал чемпионат России по спортивной акробатике. В Кирове соревнования такого масштаба прошли впервые за всю историю. Еще накануне открытия чемпионата власти обещали, это будет грандиозное зрелище. И уже сейчас по отзывам кировчан можно судить, что все так и вышло. За четыре дня соревнований на ковер вышли около 300 акробатов. Но на пьедестал поднялись только лучшие. Среди них и спортсмены из Кировской области. Как удалось победить? В сюжете Дмитрия Житарчука. Соревнования подобного уровня Киров принимал впервые. Лучшие спортивные акробаты страны на протяжении четырех дней выходили на ковер первой спортивной школы. В зале пришлось ставить даже дополнительную трибуну для зрителей. Как позже признают судьи, чемпионат России по акробатике. Организация турнира была на высшем уровне. А количество желающих стать свидетелями масштабного спортивного события страны их и вовсе потрясло. Мы сами не ожидали. Посмотрите, какое количество зрителей. Оно не умещается. Поставили дополнительные трибуны. Обычно у нас проходит 300-300 человек. Бывает зрителей. Но здесь посчитать несложно. Но зрителям негде встать. Яблоку негде упасть. Другими словами, ведущим спортивным акробатам страны ничего не мешало выкладываться на ковре по полные чудеса акробатики смогли продемонстрировать спортсмены из 17 регионов страны. Те, кто уже прошел различные этапы чемпионата. То есть лучшие из лучших в этом виде спорта. В командам чемпионата выступали мужская, женская и смешанные пары, а также женская тройка и мужская четверка. Кстати, кировская мужская четверка в октябре стала серебряным призером первенства Европы. И вот, наконец, на родном ковре они смогли продемонстрировать все свои возможности. Публика была в восторге. Сами же спортсмены после признают, не все вышло гладко. Мне было как-то тревожнее выступать, конечно, за границей. В своем зале как-то теплее, уютнее выступать, спокойнее. Но чисто по работе было сложнее, конечно, на этом чемпионате. Тем не менее, по итогам чемпионата команда Кировской области впервые за всю историю кировской акробатики заняла первое место и стала чемпионом России. Небывалый успех для региона. И дело тут не столько в родных стенах, скорее в мастерстве наших акробатов, говорят спортсмены. Дмитрий Житарчук, Николай Шихарбеев, Бюро новостей Дайвича. И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию Дайвича по телефону 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания. Генеральный партнер Бюро новостей Дайвича – официальный гиллер «Фольксваген ТСК Мотор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова